Ну вот, сегодня я рада всех приветствовать в нашем музее. И сегодня мы опять открываем новую выставку. Выставка называется «Этот бескрайний крайний север». Автор выставки Гукова Наталья. Распахнуло небо звезды, так счастью заранее. Будет холодно, морозно, и зажгло на нем сияние. Все цвета вины прекрасны, ярко-сильный, дальше красный. Вдруг мгновенный переход, свет дворцовых позолок. Дирижер на небе ветер, переливов ритм заметен. Посмотреть, из-за как ровный, со сверканием бесподобным. Свет чуть вправо повело, а вверху оборвало. И на новом месте лик, изумрудный путь возник. Ну вот сразу представлю автора выставки, это Гукова Наталья. Выставка приехала к нам из другого уголка нашей страны. Это город Якутий. Город Тикси. Город Тикси. Вот такая сможет. Да, ну вот Гукова Наталья Васильевна, членка... Наталья большая Якутия. Да, членка творческого союза художников России. Родилась она в городе Баку, но уже вот много лет живет в городе Тикси, на севере Якутии. Идем он помогло живописному становлению художника. То есть под воздействием путешествий, реальных впечатлений от природы Арктики, и вот родились все вот эти вот пейзажи. Ну, я думаю, что подробно, конечно, вот о своих работах расскажет сама вот художница. Ну, конечно, очень приятно то, что выставка, значит, открывается, открылся в нашем музее сегодня. Я думаю, можно потом... Я хотела рассказать, что чем, откуда я приехала, и чтобы небольшое такое вступительное слово по поводу нашего края. Ну, это север Якутия, Булунский район. Территория нашего района весит 25 тысяч квадратных километров. Ну, чтобы так более образно, на этой территории могли бы поместиться Португалия, Швейцария, Дания, Голландия и Нидерландия. И вы понимаете, что на этой территории... А население всего 9 тысяч человек. И у нас, например, я занимаюсь туризмом с детьми, допустим, за 10 дней... Ну, мы здесь, например, если выйдем на 300 километров расстояние, да, у нас природная зона – это леса, да, леса, поля и так далее. Мы за то же самое расстояние, например, в нашем крае, мы проходим 4 природные зоны. Это Арктика, потом Арктическая пустыня, Тундра, леса Тундра, вот, ну, и доходим даже, бывает, вот, в Тайке. Вот, и благодаря этому занимаемся подростками. Почему подростками и почему природу? Ну, потому что подростки – это так же, как и природа, у них, как еще Выгодский говорил, да, нет ничего устоявшегося, основательного, да, и определенного. Все у них быстро изменяющийся, искренне, так же, как и в природе, дико. Поэтому эти две стихии, так сказать, да, дети и природа, вот, и вдохновляют и на творчество, и, может быть, даже на какую-то позитивную деятельность. Вот, ну, и дальше по мере продвижения, ну, мы находимся в 73-й градусе, где-то, на северной широты нашему побережью моря Лапсово. Это заброшенные корабли, с детьми мы туда ходили на экскурсию, с отец и папа у меня моря, вот, всю жизнь. И благодаря им, как говорится, и попали на север, и, может быть, благодаря им вот это вот все и родилось. Ну, эти там наброски, а вот так, в основном, графика, в общем, черный, да, графика. Графика, я вообще принимала тут черный, ну, как все, это юношеский максимализм, черный, белые цвета. Все остальное оказалось в порт, что и в органах. Ну, так, конечно, меняется. Сейчас черного уже не хочется, хочется, чтобы быть яркого, ссылочка на них. Вот у нас Тикси. Видите, раньше это был порт с большим населением людей, что каждый год заходили туда более 40 судов, да, разгружали Тальмана, приезжали с Адеясы, с Ассоркой и так далее. Сейчас, конечно, порта у нас нет, все корабли вывезли на Дальнем Востоке. И вот, ну, такая вот, такое, называется, морские ворота Якутии. Что осталось у нас? Заброшенные корабли, судов нет. И это был у нас день оленеводов, когда вот оленеводы, ну, это так тоже, это корабли, как говорится, тундры называют. Ну, короче, мы корабли подвиняли на оленевод. Все возвращается. В Тяхе переводе с якутского, а в Теселяхе это означает человек, каменный язык. Ну, и сейчас это как географический тело, ты сам, Тигелях, немножко тут образовался, да? Там разные разные какие-то, разные какие-то, разные какие-то. Так, как Тольса, Саниспутникова погиб, он, кто искал, вот, Зимню Санникова искал, да. Аняк Тазаря, Вальбайтер тоже погиб, мы тоже, там, на Котейном его похоронили. Кстати, два года назад сделали, и все хранили, потому что земля вытесняла, и, там, вот, и все остатки, ну, этого самого дела, и, там, вот, и, там, вот, и, там, и, там, и, там, и, там. высотой, то есть 5-этажный дом и больше, и что такое вечная мезлота, это вот, допустим, мы возьмем в тазик воды нальем, немножко камней, песка, там, ну и так далее, на земле вот это и заморозит, это и есть вечная мезлота, это не в том смысле, что чистый лед, так же и так далее, ну вот если было время, я вам показала, как происходит, допустим, тундра, да, у нас, получается в тундре трещинки, туда летом заполняется водой, зимой это замерзает, вы физику знаете, лед расширяется, да, трещинка расширяется, и так проходят десятилетние, сотни, тысяч лет, и вот эти трещинки, они превращаются вот такие вот огромные, ледяные, вот такие клинья в земле, и получается земли там вот чуть-чуть, а вот это все ледяные, слой почвы, где-то вот, да, 10 сантиметров слой почвы, а вот это все лед, а вот это вот более, скорее всего, да, вот тоже китуляхи, вот это старое жилище промыслов, когда вот местные охотники, рыбаки приезжали на острова, вот, и жили в таких вот, как полуземлянках, их еще балаганы называют, халамо, вот эти, как отличается, здесь она уже выложена известняками, да, уже более светлые, белые, с минералом, а у нас в основном глинистый слайд, совсем ближе к северу, вот глинистый слайд, такой серый камень, и наши сотки очень отличаются от этих, которые любят, тоже красивые места, это вот наша лестница Каянка, видите, вот она тоже выглядит, это наш остров Титары, остров Титары, он находится на Лене тоже, ну, северный, титры, переводится, значит, лиственница, Титары, раньше там, даже буквально в 40-е годы, в России были лиственницы, 10 метров высотой с огромными скволами, но потом в сильные, в сталинские времена туда ссылали и солнце, и финну, и латышей, и так далее, построили большой поселок, там и почта, и школа была, и построили ледник, это огромный, получается, такой, как метрополитен под землей, в три этажа, когда высотой примерно, наверное, метр два с половиной, да, вот такими стволами лиственниц они выкладывали, обкладывали ледяными пластами, на линии резали кубы, обкладывали, это такой холодильник, природный, то есть потом работает, вот так вот трехэтажный такой ледник вот в этих Титарах. Я доехала в город, да, доехала, наконец-то, нас, я одного года была в Смольном Сокрове на вашей выставке, и, кстати, до тех пор у меня все очень красивые глаза, потому что я как бы имела счастье побывать год на севере, правда, не на таком далеком, как вы, а в Мочегорске я была, но ощущение вот этого севера, вот, кто был на севере, просто ностальгия просто по этому северу, вот, мы выходим на твой мир сюда, у нас все заросли страшные, мы как-то защищены этими деревьями, пушистыми зарослями, а там человек себя чувствует, там свобода, там такая пустота, и человек там такая булилечка. Ты ощущаешь себя не просто? Да, булилечкой просто ощущать, я себя тоже там ощутила булилкой, я там даже потеряла ориентацию пространства. Метет, метет, вот эта косица такая, метет, и вот оно как бы замерзло, и лед такой толстый, я иду, оно голый совершенно, лед. Иду, иду, и далеко довольно-таки прошла по этому озеру, потом вдруг вот так повернусь, я не поняла, где небо, а где есть до озера, и у меня такое головокружение образовалось.